После победы во Второй мировой войне СССР установил свою власть в ряде восточноевропейских стран. Править там стали теперь коммунистические партии, а сами страны по сути стали марионетками в руках Советского Союза, с помощью которых он боролся за влияние во всей Европе. Подобное отношение СССР к своим союзникам не раз приводило к кризисам в их отношениях. В общем, в этом видео я хочу рассказать тебе о том, как жилось странами Европы под влиянием СССР и какие кризисы были в их отношениях. Меня зовут Семен, канал Мегашот ТВ. Начинаем. Как СССР установил свои режимы в Восточной Европе? Поначалу я отвечу на вопрос, а как вообще Советский Союз получил влияние над странами Восточной Европы? Тут все достаточно просто. В результате победы над нацистами советские войска оказались на территории освобожденных от оккупации немцев стран. И СССР не был бы СССРом, если бы не начал сразу же на месте наводить там свои порядки. По приказу Сталина в государствах, отбитых у нацистов, стали формироваться новые органы власти. Естественно, коммунистические и лояльные союзу. Подобное провернуть было относительно легко, так как на тот момент в Восточной Европе движение коммунистов уже было достаточно сильно и даже самобытно, так как именно коммунисты были кровью движения сопротивления в оккупированных странах. Так что в какой-то мере то, что к власти пришли коммунисты, было логично и закономерно. Поначалу коммунисты были далеко не единственной силой в странах, а входили в состав различных политических объединений, так называемых фронтов. Но к концу 40-х годов из-за грамотной и цельной политики, которая была во многом направлена на то, чтобы оказать помощь и поддержку крестьянам, коммунисты в Восточной Европе окончательно выходят на первый план и забирают практически всю власть в восточноевропейских государствах. Что важно, захват власти произошел без вооруженного переворота, при виденном сохранении демократических процедур и общей поддержке простого народа. Первые годы после войны и первые годы коммунистов при власти прошли для Восточной Европы, так сказать, плодотворно. Разруха, оставшаяся после оккупации и Второй мировой войны, была ликвидирована в кратчайшие сроки. Был полностью восстановлен экономический потенциал. Промышленность вышла на уровень, который в несколько раз превышал довоенный. Например, если до немецкой агрессии только Чехословакия обладала более-менее развитой промышленностью, то с приходом власти коммунистов и с помощью СССР даже отсталые в индустриальном плане Болгария и Румыния покрылись целой сеткой фабрик, заводов и различных предприятий. Может показаться, что жители Восточной Европы с приходом коммунизма и усилением влияния СССР на регион стали жить как в сказке. Что ж, возможно, так и было поначалу. Однако советская модель экономики, которая пришлась как нельзя кстати для восстановления стран после войны и быстрой индустриализации, в дальнейшем показала свою малую эффективность. Уже в 60-х годах Восточная Европа стала резко отставать по уровню жизни от Европы Центральной и Западной. Это привело к целому ряду политических и экономических кризисов, которые привели к конфронтации с СССР. Но были страны, которые в эту конфронтацию вступили гораздо раньше. Противостояние двух диктаторов Титоа vs. Сталин Первая страна, которая перечила СССР была Югославия. Хоть в ней к власти тоже пришли коммунисты, они быстро показали, что они собираются следовать собственной политической программе, не считая с мнением СССР больше, чем с мнением других стран мира. Подобная независимость вытекала из того, что члены Югославской компартии, в особенности их лидер Иосип Тито, не горели желанием слепо выполнять волю Кремля даже в обмен на мощнейшую экономическую помощь. На стороне югославских коммунистов было два факта. Первый, они пришли к власти без серьезной помощи со стороны Советского Союза, в отличие от других стран Восточной Европы. Второй, на территории Югославии практически не было советских войск, в отличие опять-таки от других стран Восточной Европы, и поэтому Кремль не может оказать в случае надобности должное давление на неуступчивых югославов. Поэтому Тито решил не подчиняться воле Сталина, а проводить собственный независимый от СССР курс. Естественно, Сталин не собирался пускать все это на самотек и прощать Тито подобное своеволие. В качестве ответа на желание югославских коммунистов самостоятельно определять свою политику, в конце июня 1948 года состоялось совещание Международного объединения коммунистов со всего мира, на котором они с подачи СССР обвинили Тито и его соратников в отходе от идеалов марксизма-ленинизма. Югославу было выдвинуто требование создать новое руководство партии, которое будет ориентироваться на общий для всех коммунистов ценности и верно следовать идеалам Маркса и Ленина. Но вы, думаю, поняли, что за всем этим скрывалось на самом деле. Это требование привело к тому, что в рядах югославских коммунистов произошел раскол. И тут Тито показал, что и он не лыком шит и не уступает Сталину в жесткости. Он взял и отправил в концлагерь около 16 тысяч просоветски настроенных коммунистов Югославии. Сталин жест оценил и ответил тем, что организовал ряд показательных судебных процессов над рядом видных коммунистов стран Восточной Европы, которые были обвинены в симпатиях и пособничестве Тито и его соратникам. Потом в Советский Союз разорвался в Югославию договор о безопасности и сотрудничестве, который они подписали в военное время. Сталин начал планировать ввод войск в Югославию и насильственный захват власти. Однако этому помешала война в Корее, в которой СССР принимал свое деятельное участие, а потом и смерть вождя народов. После этого, по большому счету, от югослав отстали. Тито взял курс на строительство особой югославской модели социализма, которая, по сути, была сплавом социализма и капитализма. Например, было разрешено частное предпринимательство, хоть и, так сказать, в ограниченных масштабах. Этот и другие подобные шаги позволили избежать экономического кризиса 60-70-х годов, который наступил в восточноевропейских странах. Хотя Советский Союз продолжал критиковать югославскую модель социализма, Тито всегда парировал их обвинение одной остроумной фразой «Ваши критики любят посещать наши магазины». Половенчатая Германия Особенное место в ряде восточноевропейских стран, которые находились под влиянием Советского Союза, занимала Германская Демократическая Республика. Хотя еще в 1945-м планировалось в скором времени объединить Германию заново в одну страну, эти планы только и остались планами. ГДР и ФРГ разделил мощный железный занавес по обе стороны, которого находились непримиримые соперники – страны Запада и СССР. На момент правления Сталина Германия не раз и не два становилась зоной острых конфликтов. А сама ГДР была в этих конфликтах не более чем разменной монетой и таким себе рычагом давления. Поэтому, когда Генсек умер, в 1953 году в стране разразился новый кризис. В ГДР вспыхнули массовые беспорядки, которые стали ответом на снижение уровня жизни восточных немцев, особенно по сравнению с их западными братьями. Эти беспорядки потом переросли в восстание. Коммунистическая верхушка ГДР не смогла справиться с кризисной ситуацией собственными силами. В Берлин были введены советские войска и в итоге восстание было подавлено. Новому руководителю страны Вальтеру Ульбрехту удалось более-менее стабилизировать ситуацию. Правда, экономическое отставание ГДР от ФРГ он ликвидировать так и не смог. Это отставание сохранялось до 1989 года, когда наконец-то две страны были обратно объединены в одну. В 1956 году Хрущев зачитал свой легендарный доклад о критике культа личности Сталина. Таким образом он хотел завоевать влияние в партии, показав, что им нечего бояться репрессий и отбелить свое имя, перекинув всю ответственность за кровавые действия на одного Сталина. Это у Хрущева получилось, однако доклад привел к событиям, которые новый генсек совершенно не ожидал. Во время доклада у Хрущева достаточно часто звучал призыв учитывать национальные особенности различных стран. И этот призыв, как говорится, пошел в народ. И в этом народе критика сталинизма переросла в отрицание всей коммунистической идеологии, по крайней мере в некоторых странах Восточной Европы. Пиком этого отрицания стали события в Польше и Венгрии в 1956 году. В июне 1956 в Польше на отдельных предприятиях начались забастовки, которые очень быстро переросли в общую стачку. Позже на сторону рабочих стали студенты и либеральная интеллигенция. Дело дошло до того, что для разгона стачки собирались потянуть советские войска, которые были расквартированы в Польше и могли быстро погасить конфликт на корню. Точнее утопить. В чем утопить, догадайтесь сами. Однако лидер польской компартии Гамулка сумел избежать подобного вмешательства и собственными силами стабилизировал ситуацию в стране. Но, как оказалось, это было только началом. Польские события не исчезли в истории, они отозвались в сердцах жителей Венгрии, где недовольство сталинскими методами управления достигло критической точки. В этих условиях тотального недовольства венгерской компартии значительно усилилось влияние реформаторов, которых возглавлял Имре Надь. В стране стремительно росли оппозиционные настроения, которые переросли в социальный взрыв в октябре 1956 года. На улицы Будапешта вышли десятки, если не сотни тысяч человек, которые требовали назначить Имре Надя премьер-министром, надеясь таким образом сменить коммунистическое правительство. А также народ требовал вывезти из Венгрии советские войска. Коммунисты не придумали ничего лучшего, как применить оружие, чем спровоцировали полномасштабное восстание, в ходе которого венгры захватили ключевые объекты в городе. Народная, так сказать, власть назначила премьер-министром Имре Надя, который собирался окончательно и бесповоротно порвать Советским Союзом. Началась ликвидация компартии. Руководство СССР оказалось перед фактом потери влияния в одной из своих стран и установления там прозападного режима. Поэтому Кремль пошел на самые решительные меры. В ноябре на территории Венгрии, которую контролировали советскими войсками, была заново создана компартия, которую возглавил Яныш Кадр. Он обратился за помощью к Москве, и уже ночью на 4 ноября советские танки вошли в Будапешт. В ходе тяжелых и затяжных уличных боев постанцы были разбиты. После подавления восстания Имре Надя и его ближайшие соратники были казнены. Пражская весна Несмотря на кровавые события в Венгрии, в большинстве стран Восточной Европы во время правления Хрущева были предприняты шаги по либеризации экономики и политики, ориентированные на создание товаров массового потребления. Сильное влияние СССР не помешало странам Восточной Европы больше тяготеть к западной капиталистической модели жизни. И поэтому они, как могли, меняли существующий строй. Наступила так званая оттепель. Лидером в подобных изменениях была Чехословакия. В январе 1968 года, когда во власти СССР уже 4 года стоял Бережнев, в политической жизни Чехословакии произошли значительные изменения. Правителем страны, генсеком ЦК Компартии Чехословакия стал предводитель реформаторского крыла Александр Дубчик. Он и инициировал целый пакет реформ в стране, если в общих словах реформы подразумевали демократизацию общества и ориентацию на либеральные ценности. В этих условиях позиция традиционной Чехословакской Компартии была сильно расшатана. Это либерализация общественной жизни и получила название «Пражской весны». Чехословакские коммунисты, которые были против реформы, поэтому быстро теряли власть, обратились к Леониду Брежневу за поддержкой и с просьбой защитить так званное «завоевание социализма». Получив формальное разрешение на вмешательство в ход событий 21 августа 1968 года, войска СССР, Польша, Венгрии, Болгарии и ГДР вошли в Чехословакию. Благодаря военной поддержке те представители власти в Чехословакии, которые были против реформ, смогли основательно почистить Компартию от всех реформаторов, которые своими действиями и начали «Пражскую весну». За год все нужные работы были проведены. С этого времени Чехословакия вернулась в список стран Восточной Европы, которые без возражений выполняли любую волю Кремля. Подобные действия, возможность применить военную силу, чтобы не дать восточноевропейским странам выйти из зоны влияния СССР, позже получила название «Доктрина Брежнева». В дальнейшем восточноевропейские страны не предпринимали особых попыток сбросить советскую власть до прихода к власти Михаила Горбачева. Что ж, отношения СССР со странами, на которые он оказал влияние, были, мягко говоря, напряженными. Вообще, СССР мне напомнил такого себе мужа-садиста, который никак не дает развода. Ну, это мое мнение. Хочешь поделиться своим, тогда напиши его в комментариях. А также не забывай поставить лайк, если видео тебе понравилось. А пока вот тут вот эксклюзивное расследование, кто мог прийти к власти вместо Горбачева. И что бы тогда было бы. И увидимся в следующем выпуске. До скорых встреч. Пока, товарищи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok